привет народ всем привет чем мы едем в нижний новгород специально сделать вам обзор а интересно все ходите вот такая ребят да вы же еще не видели шерп салькантары вот вам его покажем есть такой шерп едем специально его смотреть и снова здравствуйте смотрю знакомые что мы уже совсем близко от нижнего осталось пояс сесть ну что ребят вот не знаю то ли перрон поехал то ли поезд тронулся в общем мы в общем мы отправились лучшие умы едем да да конечно вам покажем именно едем для того чтобы показать вам шерп салькантарой больше нам там делать нечего честно умные лица делайте можно мозговой штурм едем я вас до места пытался думайте сами ребят мы шестой день едем уже проводницы просят еду и сигареты мы еще держимся мне кажется что эти рельсы вообще никогда не хочется иногда их становится 4 иногда 6 наверное это просто от недоедание ну что ж ребята наша ласточка прибыла с нетерпением ждем встречи с завтраком собственно это и было целью нашей поездки на сегодня завтрак обед и едем домой да вот но может перерывах между этими действиями вам что-нибудь покажем ну что ж ребят все вот мы прибыли нас встречает пасмурной погодки температура воздуха плюс 5 настроение бодро боевое сейчас будут кормить это не может не радовать вадик сказал печень осетра 8 банок привезет мы только собственно из-за этого и поехали мишка маску плющет все сейчас тебя так господа одну пошел вот так стоит они все сняли генератор это жалко смотреть он измобилирован это реально произведение такой понтон сделали стоит все саши не было этот период когда начала вода прибывать ну что ж господа я вам боюсь так и не покажу этот интересный вездеход потому что мы завтрака сразу же плавно перешли к обеду и боюсь потом будет ужин сдадим билеты ну и как обычно шучу ребят ну что ж мы добрались наконец-то гаража после завтрака обеда вот и вот он как раз тот шерп который я вам хотел показать ну что ж пожалуй начнем немножечко с внешнего его вида у вездехода поднята крыша то есть не как у серийной машины серийной машины она заканчивается вот где-то вот по вот этому вот углу вот угол видите есть но не четко читаем вот так вот видно его плоскость вот так вот где-то идет крыша у этого вездехода она поднята интегрирована вот такая люстра вместо штатных фар установлены лампы вместо штатных фар которые стоят здесь установлены вот такие вот лампы они снизу желтые противотуманные сверху обычные очень много оригинальных деталей вот таких хроме хозяин любит такой свет блеск и это его желание хочу сразу сказать хозяин не ездит на охоту ему не нужна маскировка ему нравится чтобы она блестела и было красиво решеточки все это оригинально сделано заново вот эта решетка очень 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 прочная мы себе будем такую же просить сделать но только в черном цвете потому что нам все таки для охоты нужно маскировочка нам без этого никак светодиоды боковой свет светодиоды отдельно установлены отдельно сделана рамка здесь такая же панель светодиодов на задний ход на подсветку лагере когда он стоит машина видите ручки в никеле крышка бензобака в никеле все то есть все сделано в одном дизайне тоже боковой свет и опять же эти самые прочные лучшие решетки которые я видел на шерпа то есть вот они бомбовски из никеля же сделан не из никеля наверно но никелированный оригинальный выход проход через борт для помпы здесь стандартно вебаста глушитель стоит видите вот эти вот проушины наверху эти проушины нужны как раз для того чтобы вездеход можно было чтобы вездеход можно было взять лебедочка подтянуть поднять одну сторону для какого-то ремонта или перевернуть его в случае переворота в каких-то непредвиденных ситуаций их можно использовать как тяговый зацеп очень мне понравилось вот эта вот штука это оригинальная деталь вот крепится на бампер под американский квадрат сюда мы можем поставить либо фаркоп либо поставить лебедку площадку под лебедку когда она необходима потому что на шерпе вы все знаете лебедка необходимо редко но она в принципе может понадобиться и поэтому вот так вот это все сделано она съемная очень 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 интересно очень мне нравится вот здесь сделана ручка для удобства захода вездеход ну что же давайте перейдем во внутрь и посмотрим что же там внутри самое интересно пойдем здесь дверь стандартно сразу же смотрим окантовочки все сделано оригинально краник подкачки никель решетка никель выключатель богасы рамочка никель вентиляционные отверстия не знаю оригинальные или нет но тоже никель здесь ребят честно скажу не знаю что это потом спросим потом спросим пойдемте в машину внутрь посмотрим что здесь есть ну что ж начнем с того что здесь совершенно сделано новая панель привычная панель которая здесь стоит в базовом шерпи и и здесь нет здесь стоит бортовой компьютер explore это водонепроницаемый противоударный компьютер на windows 7 освободилось место для колен посмотрите сколько места появилось шикарно убраны вот эти большие фары и появилось большое место наклон этого крепления регулируется не знаю как только ну вот компьютер вот так вот в плоскости этой двигается посмотрите никелированные рычаги ребят это что то ну и перейдем к оверхеду это действительно оверхед как в самолете здесь пойдем по порядку у нас здесь бортовые смазка бортовых цепей смазка центральной цепи здесь не знаю что здесь ребят честно скажу не знаю повороты вот вижу печка дворники сигнал омывалка а вот масса включили выключили вольтметр температура двигателя моточасы топливный датчик в общем все это перенесено на вот я включил свет машине а камера как включается я не знаю не могу найти пока ну ладно ничего страшного отделка этого вездехода ребята а камера спасибо вот вот ребят нашли мы как включается камера посмотрите какой обзор одно колесо второе колесо и офигенный просто просто офигенный обзор я вам скажу вот значит что еще хочу отметить особенно вот это вот отдел талькантара который обтягивают 222 мерседес из италии заказано и весь вездеход обтянут этой кожи установлена музыка установлена радиостанция профессиональная а вертекс многое в машине сейчас не доделано еще то есть мы обязательно будем следить за судьбой этого автомобиля и обязательно вам покажем как он доделался и что же получилось в конце у владельца этой машины очень большие планы он хочет многое в ней изменить сделать под себя заточить так чтобы ему было приятно комфортно так как он привык жить ездить отдыхать давайте посмотрим на люк обратите внимание это цельно фрезерованная плита алюминия ребят цельно фрезерованная посмотрите толщина с палец вот это все от фрезерована вот так он закрывается и толчком же открываться и закрывается все вот на таких защелках цельно фрезером но здесь не доделано будет еще утепление будет еще обтяжка такой же алькантара или каким-то другим материалом я не знаю пока как это будет хозяин сам не знает у него очень много планов на эту машину давайте переберемся дальше здесь в принципе в кокпите наверное все вот эти вот ручки все оригинально сделано все блестит все лакшери я могу сказать одно ребята вот мы здесь натоптали мы сегодня приезжали для того чтобы поделиться идеями какими-то какими-то наработками своими прочим 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 и поэтому здесь натоптано честно вам скажу bentley шерпа я еще не видел это действительно круто не знаю какие-то вещи я бы сделал себе какие-то вещи я бы не делал какие-то вещи может быть неприменимы были бы для вас но хозяин вкладывают душу руки средства и желание вот в эту машину посмотрите вот у нас стоит розетка 220 вольт это инвертор на два с половиной киловатта то есть можно пользоваться болгаркой шуруповертом и еще каким-то инструментами но честно вам скажу хозяину этого шерпа нужно было одно чтобы работала кофемашина вот он любит кофе что же давайте немножечко дальше посмотрим посмотрите вот такой вот выключатель интересный он регулирует свет то есть это грубо говоря диммер выключили включили нажали поддержали он стал ярче 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 такую штуку наверное я себе поставлю я такую штуку хочу сделать вот такие сделаны крюки рим болты смотрите прикольная штука вот это все оригинально это выточено то есть из тоже фрезер на фрезере посмотрите выточено все на фрезере под стаканники до банально подстаканники золотые наверное я думаю тысяч десять каждый стоит такой вот подстаканник изготовить его чтобы из деталей ну разработать и сделать в единственном экземпляре как он сделан здесь то есть это здесь действительно все делается в единственном экземпляре здесь у нас находится люк люк я думаю будет тоже заменен тут люк пластиковый запасный выход на нем написано это родной люк скорее всего вот и в скором времени мне кажется мы увидим также цельно фрезерованный люк вот webasto стоит штатная будет заменена окна на вездеходе в кунге вот такие вот поставленные не знаю цель сообразно ли иметь окна в кунге что у них разглядывать такой-то ли глухарь не знаю ну что еще можно посмотреть а теплопотеря конечно большая вот здесь я бы сделал вставки также весь кунг в алькантаре ребята это золотой кунг и честно говоря вот матрасы языка кожи сделан то есть это не заводские уже матрасы это все перешито это очень приятно это мягенько не знаю это видео это не передает действительно дорого здесь еще все не дотянуто не обтянуто лежит коврик на полу стоят динамики инфинити вот в таких вот полках для объема хозяин любит слушать музыку очень много никеля хрома для охотников это конечно лишнее для человека который захотел себе это так сделать можно только позавидовать что он имеет возможность сделать вот так вот но будут уже переделывать здесь будут стоять цифровые панели будут перенесены какие-то клавиши прочее то есть доработан люк ребят машина будет существенно отличаться от того что мы видим и я думаю мы обязательно посмотрим на нее в конечном результате вот ну что ж буду выбираться не знаю как вы а я думаю что ну стоило съездить посмотреть это этот вездеход потому что это действительно бентли среди шерпов круче пока шерпа я еще не видел ну вот подделки по количеству оригинальных деталей из полезных доработок здесь ребят стоит вот здесь вот под капотом стоит 90 амперный генератор я себе тоже такой хочу и буду делать здесь еще осталось что-то от старого шерпа но скоро это все уйдет и эту машину можно будет узнать как шерп по форме и по колесам только наверно потому что люди горят ее доделать доработать не раз уже говорила что шерп это квартира без обоев каждый кто его приобретает делает из него то что хочет кто-то делает мастерскую кто-то делает полигон для походов рыбалок охот а кто-то делает хамам кто-то делает себе царство хрома и никеля ребят ну пишите что вы думаете по этому поводу я думаю машина достойна нашего внимания и можно только порадоваться что есть шерпа разные их много и они постоянно видоизменяются крышу я кстати все тоже такой хочу высокую и overhead на панель overhead мне очень понравилось и поэтому я не могу ее обойти вниманием еще раз скажите алькантара непрактично да ради бога хозяин загоняют ее после каждого похода в химчистку его это не напрягает главное чтобы нравилось нравилось движение нравилось это неограниченная возможность быть там где ты хочешь вопреки всему и на шерпе это возможно о мою вот такой аппарат и так едем домой да как бы то и грустно не звучало мы едем домой свои жука в гараж спит и пускает слюну спасибо что ты досмотрел наше видео до конца если понравилось ставь лайк также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики вот это для тебя подобрал youtube вот это наш самый последний новый ролик и вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами если ты еще не подписан обязательно подпишись вот здесь нажми на кружок спасибо пока